МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, друзья! Молодёжная сборная России продолжает своё турне по Канаде. Традиционная серия матчей со сборными Си-Эчелл проходит уже в 15-й раз. Минувшей ночью наши парни провели первую игру против сборной западной хоккейной лиги. В городке под названием Мужджо россияне уступили со счётом 0-7. Результат где-то не по игре, хотя и случайным его никак не назовёшь. Всё-таки 0-7 есть 0-7. Так просто это из головы не выкинешь, действительно. Но и зацикливаться на этих неприятных цифрах сильно не надо. Ведь даже самый неудачный матч может стать в чём-то полезным. И важно ещё раз напомнить всем тем, кто вдруг забыл значение этой серии. Выигрывать её отнюдь не обязательно. Хотя от возможной победы никто не откажется. Ни мы с вами, ни уж тем более сами ребята. Итак, ещё раз. Валерий Брагин здесь, в боевых условиях, тяжёлых условиях в матчах с серьёзными соперниками проверяет кандидатов на Чемпионат мира. Все приблизительно в одинаковых условиях. Есть, конечно, ребята, которые имеют чуть большие шансы на победу. Но таких минимум, поверьте, есть те, которым придётся где-то даже из кожи вон лезть, чтобы убедить тренера взять их в Баффало. По итогам этих матчей Брагин всё для себя и решит. Поэтому, друзья, давайте будем терпеливыми и поболеем за наших ребят, которые вот этого боления, разумеется, заслужили. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Кумыжов. Монокеан. Падает после малюсенького касания Бина. Александр Алексеев. Артем Минулин. Ну вот как раз пара защитников, которые выступают именно в западной хоккейной лиге. Артем Минулин игрок свифткарента. То есть, опять же, да, еще один человек, которому очень хорошо знакома вот эта вот площадка. Он выступает за местный коллектив. Причем Минулин выглядит очень неплохо, играя за свою команду. У него общий пятый показатель в клубе по результативности. 15 матчей, 10 очков. Согласитесь, неплохо для защитника. Но было бы еще лучше, если бы Артем сумел отметиться результативными баллами, выступая за молодежную команду. Это, в первую очередь, нужно ему самому. Минулин в прошлом году тоже принимал участие в суперсерии. Но пробиться в окончательную заявку на молодежный чемпионат мира он не сумел. Естественно, в планы Минулина не входит пропуск второго форума. Который, конечно же, считается очень престижным у хоккеистов вот этого вот возраста. Филипс шайбу теряет. Канадцам приходится начинать с Сузанна. Итак, скинер в воротах сегодня у канадской команды. Харт остался в запасе. Первая пара защитников Клак Фуд. Вторая Халовский Бин. Третья Сисенс Кеннавель. Ну, традиционный вариант заявки для канадской команды. То есть, три полные пары защитников. Никакого седьмого игрока обороны нет. Первая тройка в атаке Дюбэй Стилл Стинберген. Вторая тройка Лешишин Каспик Филипс. Третья звену Расмусен Глаз Линд. И четвертая Грегор Андерсон Долан. Илью Андерсон Долан. Двойная фамилия у этого канадского нападающего. Силовой прием Рахимулин применяет. Сюда подъехал Цыплаков. И шайба в результате оказалась у Михаила Мальцева. Выходит наше первое звено. И смотрите, вот еще один хороший момент. Оно создает Андреал Кубармакян и Алексей Паладян. Здесь вместе с Михаилом Мальцевым. Все хоккеисты из системы Петербургского СКА. Только Михаил Мальцев сумел по ходу нынешнего сезона так по-настоящему закрепиться в основном в составе команды Олега Знарка. Андреал Кубармакян 10 игр за СКА провел. Об этом чуть позже. Потому что у Скиннера появилась работа. А все потому что наши парни насели. Бросает Кныжов. Но вот такая вот манера игры, она абсолютно понятна. Потому что тут площадка узкая. И видим, что и наши парни, и канадцы при первой удобной возможности отправляют шайбу на чужой пятачок. Там стараются вот эти вот моменты хоккеисты доедать. Вот у Алты Бармакяна переиграть Скиннера не получилось. Зато вскоре западники реализовали свое первое большинство в матче. Забил Дилон Дюбе. Хоррор Киллоуны Рокетс. Сейчас нам обязательно покажут вот ту самую ситуацию, которая привела Гоу. Сначала нам показали момент. После чего Александр Алексеев отправился на две минуты штрафа. И вот это вот большинство реализовано мгновенно. Еще раз напоминаю, те показатели канадской команды по прошлой игре. Да, пять попыток холостую. Но и без большинства западники обошлись. Потому что вот все семь шайб они забросили при игре в равных составах. Шесть из них в формате 5 на 5. Ну и однажды гол случился, когда команды играли в равных, но не полных составах. Свою седьмую шайбу канадцы забрасывали в тот момент, когда на площадке у соперников было по четыре человека. Ну вот буквально перед паузой такой момент успели создать наши ребята. И опять на площадке находилось первое звено. Вот это вот звено очень уверенно вошло в матч, заставив вступить в игру по-настоящему скиннера. Ну и вот перед этой коммерческой паузой опять Андрей Алтыбармакян был на ударной позиции. Нам показали наставника сборной Запада Тима Хантера. Так, ну а теперь уже удаление в составе сборной Западной хоккейной лиги. Удален фут. И теперь шанс у российской команды, но вот главное не пропустить канадскую контратаку. Ну, в общем, дело броском завершилось. Позиции довольно-таки опасной. Но главное, что обошлось без приключений. Италь Юис несся на всех парах, и он заработал точку у ворот Бердина. Так что придется все начинать от своих владений нашим ребятам. Но главное, спокойно. Времени еще достаточно. Доставкой шайбы в чужую зону занимается Данил Веряев. Ну вот два звена, которые не тронул Валерий Брагин. Не стал он ротировать. Вот тройку Максима Россейкин. Веряев, Манукеан. Опять Веряев. Пас на синюю линию. Алексеев готовит бросок. Очень долго он его готовит. Более того, никакой помехи создать скиннеру нашим нападающим не получилось. И поэтому Стюарт спокойно шайбу забрал. Вратарь Лэдбридж Харрикейнс. На последнем драфте он был выбран клубом Энхел Эдмонтон Уэллерс в третьем раунде. Под 78-м номером. У всех хоккеисты из этого состава западной хоккейной лиги на минувшем драфте или позапрошем были выбраны клубами национальной хоккейной лиги. Что неудивительно. Но ни один из этих хоккеистов пока в Энхел не дебютировал. 44 секунды остается на розыгрыш лишнего у российской молодежки. А у Пибар Макеан Зайцев. Вроде подбираемся к чужим воротам, но бросков нет. Был один бросок от Алексеева, но он читался вратарем канадцев. Алты Бар Макеан. Пошел один на всех канадцев. И вы знаете, шайбу сохранил. Отбросил ее на партнера. А партнер сыграл дальше на защитника. И вот опять, если и бросаем, то только от синей линии. Эти броски пока реальной угрозы не представляют. Бердин. Калинин. Опять приходится вернуться назад Александро. Елизаров. Страхует Георгия Иванова. Теряет шайбу Иванов. И канадцы в атаке. У канадцев сейчас на площадке пребывало номинально третье звено, которое доставило нам массу неприятностей по ходу предыдущей игры. Здесь выступают Расмусен, Глаз и Линд. Линд добрал три очка, забросил две шайбы и сделал одну результативную передачу. Вообще, из 18 полевых игроков у канадцев в прошлой игре очками отметились 13 человек. Только пять хоккеистов баллов не набрали. Вот она промежуточная статистика по броскам. Российская команда имеет преимущество. А это Фут. На замахе убрал одного. Бросить не успел. Ну, это сын легендарного защитника Адама Фута, олимпийского чемпиона, обладателя кубка Стэнд. Пошел по стопам отца, играет на позиции защитника тот же самый правый хват. Да и данные схожи. Есть еще брат у Кэлла Фута. Он как раз в роли форварда выступает. А это Расмус. Один из самых молодых в этом составе канадской команды. Он 99-го года рождения. Еще четыре таких хоккеиста. Вот в этой заявке Тима Хантера. Но практически полпериода сыграно. 1-0 выигрывают хозяева. Ну, нельзя сказать, что у канадцев какое-то громадное преимущество в этом матче. У российских парней было несколько хороших подходов. Да и что уж там. Скромничать. Момент-то у Алтыбармяка, она особенно второй, был очень даже хорошим. Но переиграть Скиннера не получилось. Ну, а вот канадцы, забросив шайбу, так немного успокоили. Здесь достается Александру Алексееву. Сразу рядом с ним доктор оказывается. А канадский хоккеист отправляется на скамейку для оштрафованных. Таннер Каспик. Человек, который правила нарушил. Ну, поднялся Александр Алексеев самостоятельно. Это радует. Но все равно помощь доктора ему потребуется. Вот здесь вот на скамеечке запасных. Валерий Брагин. Прогулку тут устроил. По скамейке. Ну, вот такая вот атака от Каспика. Каспик так немного посидел на скамейке для оштрафованных. А потом он где-то там очутился в районе скамейки запасных. Что там, судьи его до конца игры, что ли, удаляют? Важно понять. Если до конца игры, то у команды Брагина 5 минут на реализацию. Ну, ладно, сейчас мы скоро все поймем. Потому что канадцев 4, это очевидно. Да! Все! Таннер Каспик закончил этот матч. Поэтому у российской команды в середине первого периода прекрасный шанс. Не только для того, чтобы цифры на табло сравнять, но и для того, чтобы выйти вперед. Это не сгораемое большинство. Тут вот 10 шайб забрасывает. Пятый игрок у канадцев не появится. Но это я уже фантазирую относительно 10 шайб. Одну бы нам организовать уже было бы неплохо. Второе большинство по ходу матча. Первое получилось немножко беззубым. Не хватало активности нашим нападающим на чужом пятачке. Потому что защитники бросали часто. Но все эти броски никакой реальной угрозы не представляли. Маладян. Алтубармакян. Маладян. Кныжок пошире открывается, чтобы можно было шайбу принять. Зайцев. Неплохо бросил сейчас Зайцев. Тем более два какие-то нашей команды находились в створе ворот. Вот здесь сложнее пришлось бы Скиннеру, если бы шайба до ворот долетела. Подвелись канадцы. Смену они проводят. Это Бердин. Решил зачем-то обыграть. Кныжова по дороге. Немного затрясе Николай. Не понимая, что вообще хочет сделать вратарь. Рассейкин. Минулин. Дульборта прорывается. Флаг его отпускает дальше. Рассейкин. Клак и фут. Вот такая вот пара защитников сейчас. Западников. Ну а время нашего большинства потихоньку тает. Три минуты всего лишь на всего остается. Манукяш. На скорости прошел с заворотами. Рассейкин. Веряев. Манукяш. Резкая передача, но не готов был к этому пасу Веряев. Манукяш. Еще одна передача в середину. Там рассейкин. И опять канадцы разряжают обстановку. На вратаря выдвигается Дюбе. Дальше Дюбе применяет силовой прием против Александра Шепелева. В прошлом матче Шепелев участие не принимал. Шепелев, Елизаров и Артем Мальцев. Новые хоккеисты в составе команды Брагина. Отсутствуют Макеев, Курашов и Дмитрий Алексеев. Ну, сплошь защитники. Ну и вратарь новый, да. Сухачев сегодня даже в заявку не попал. Опять запасным стражем является Алексей Мельничук. Две шайбы он пропустил во вчерашней игре. В третьем периоде он вышел. Пять сейвов совершил. Вне игры фиксируют судьи, но и от большинства российской команды кроки. Остаются минуты 50 секунд. Артема Манукяна нам хочет показать режиссер этой трансляции. Пожалуйста, миниатюрный нападающий, который уйму рекордов установил в прошлом сезоне молодежной хоккейной лиги, провел 19 матчей за Омский авангард. Одну шайбу забросил. Не так давно это случилось в игре с Череповецкой и Северсталем. Полодян. Зайцев. Бросает Алтубармакян, Кныжов. Опять поперечная передача. Алтубармакян, Зайцев, Кныжов. Еще ближе подъезжаем к воротам. Ну и опять точно во вратаря. Пока какой-то хитринки не хватает нашим парням. Броски есть с хороших позиций. Канадцы дают их наносить. Ну вот все вот эти вот попытки разбиваются. Канадского галки. И вот опять Скиннер. Большой вратарь он. Серьезный у него габарит. Практически все перекрывает. 6 минут и 22 секунды на игру в первом периоде. И минуты 14 на игру в большинстве у российской молодежи. К силу. Вот так вот агрессивно боролся за эту шайбу. Но все равно единоборцы проиграл. Он не нули. Рассейкин. Вторая попытка протолкнуть шайбу на Веряева. Нет. Рассейкин все-таки отыгрывает назад на защитника. Монокеан. Отлично! И вот здесь Скинер. А вот тут разыграли все как по нотам. Но только бросок как следует у Максима Рассейкина не получился. Нападающий автомобилиста. Видимо по шайбе хорошо не попал. Давайте смотреть. Вот он перевод. Веряева. Зрячая передача. Монокеан Веряев. И все. Никто не мешает. Там же уже опаздывал в движении Денис Холовский. Алексеев меняется местами с Минулиным. Артем. Минулин. Не то чтобы бросать было неудобно. Тут даже неудобно было шайбу. Принимать канадский игрок. Китин моментально пользуется. Теряем время. Но только двум сочетаниям доверял розыгрыш этого большинства. Валерий Брагер. Видели бы на площадке звено Михаила Мальцева. Ну и вот тройка у Максима Рассейкина. Усиленную лучшими защитниками команд. Ну вот так вот наши ребята били, били, но и пока не пробили. Они стюарта Скиннера. Валерий Брагин пока спокойно поглядывает на происходящее. Шепелев. Артем Мальцев. И опять шайба до ворот не доходит. Ну то есть вот если шайба до ворот долетает, то спокойно эту шайбу забирает Скинн. То есть он даже ее не отбивает перед собой. Он именно что ловит. Ну а есть еще такие братские в исполнении наших защитников, которые блокируют игроки сборной западной лиги. Четверть периода остается до конца. Перуя за долгое время приехали в нашу зону канадцы. Пять минут вынуждены они были обороняться. Цыплаков теряет шайбу на чужой синей линии. И тут же ответ хозяев. Дюбе. Опять он активен. Опять он на бросковой позиции. Тот человек, который сумел забить нам пока вот эту вот единственную шайбу. В самом начале игры, реализовав численное преимущество, жалко, что наши парни своими моментами не воспользовались. Опять будем сетовать, если проиграем. Если дальше игра будет складываться по вчерашнему сценарию. То есть канадцы добавляли этот период к периоду. Еще раз вспоминаем гол. Дюбе разворачивается и бросает так, как ему хочется. Бердин не выручил здесь. Бин отмечается результативной передачей, а также Сэм Стилл. Форвард Ред Джайме. Ну, кстати, Сэм Стилл Анахайм в 2016 году был выбран в первом раунде. На 30-м номер. А вот осада российской молодежки. Ворот Скиннера в большинстве. Больше всего у нас, естественно, получалось. Но реально голевой момент был один. И он был загублен Максимом Рассейкиным. Какая суровая внешность. У наставника канадской команды Тима Хантер. Очень мужественное лицо этого специалиста. Вот он полез за блокнотиком, что-то пометил. Такая своеобразная работа на публику вот этого специалиста. Ну, да, мы делаем. Они пытаются повернуть на публику, чтобы убрать ребёнок. Таким образом, мы не хотели сделать это. Таким образом, он начинает повреждать на публику. Спасибо большое. Кныжов. Еще один момент у Михаила Мальцева. Бросал он сейчас уже с дистанции. Хорош Мальцев в подборе. Но получается у нас накрывать зачастую защитников западной сборной. Кныжов. Еще одно добивание Алтубармакян. Ну вот первое звено пока самое заметное, самое продуктивное у российской молодежки на площадке. Как только оно выходит на лед, сразу серьезные проблемы у канадцев. Они даже порой в атаку начать не могут. Говоря уже о том, чтобы что-то создать у ворот Бердина. Три минуты с копейками и перерыв. Тут еще большой вопрос, кому он больше необходим. Российская команда разыгралась. Российская команда с каждой минуты чувствует себя увереннее и увереннее. Конечно, на руку большинство. Пусть и не реализовано. Канадцы вынуждены играть на контратаках. Конечно, это их не устраивает. И теперь уже форчекинг в их исполнении. Наши парни смогли выдавить соперника в среднюю зону. Александр Алексеев. Перевод на противоположный фланг не получился. Минулин. Алексеев. Третье звено «Россиян» работает на площадке. Иван Рароманов, Георгий Иванов и Владислав Кара. В атаке мы их практически не видим. Ну, опять же, да, мы в самом начале матча играли в меньшинстве. Там спецбригада выходила на то, чтобы сдержать натиск канадцев не получилось. Ну и потом, когда мы сами играли в большинстве, на лёд выходили только две пятёрки. Иванов оглядывается и видит партнёра по локу Романова. Ну, вот ещё один Ярославец. На площадке Александр Калинин. Шепелев. Цыплаков. Он не мог долго молчать. И адекватно отреагировал на силовой приём. В свою сторону. Причём такой силовой приём был не совсем честный, потому что Цыплаков находился спиной к чужим воротам. Ну и вот соперник его атаковал именно со спины. Без клюшки остаётся Артём Мальцев. Шепелев. Зайцев оказался за чужими воротами. Занесло нашего капитана. Ситуация вынудила. Шайбу, что ли, просто так канадцам отдавали? Нет, конечно, надо за неё бороться. Здесь положение вне игры. Поторопился партнёр. Андрея Алтыбармакяна. Андрей драфтовался минувшим летом в третьем раунде. Выбрал его клуб «Чикаго Блэк Поукс». Ну всё, не успеем уже доехать до чужой зоны. Главное, тут ещё канадцам не позволить бросить под занавес периода. Не хватало ещё от фута пропустить. Но, в общем, не пропустили. Правда, вот в начале периода пробил нашего вратаря Дилон Дюбе. Поэтому и проигрываем после стартовой 20-ти минутки с минимальным счётом. Надеемся, что во второй-третий матча ситуацию выправим. Тем более, игра у наших парней в первом периоде шла. А мы продолжаем в ожидании начала второго периода матча между молодёжной сборной России и сборной западной хоккейной лиги. Канадское турне наших парней продолжается. Сегодня вторая остановка «Свифт Карент». Вот так называется этот город. Здесь базируется местная молодёжная команда. И некоторое представительство хоккеистов в составе западной хоккейной лиги, естественно, имеется. Ну и наш защитник Артём Минулин как раз выступает вот именно за местную дружину. Выступает он неплохо. После первого периода уступаем канадцам со счётом 0-1. Ну и вообще западникам уже не можем забросить на протяжении четырёх периодов. Вот так вот пострадал Александр Алексеев. После чего нападающий канадской команды Таннер Каспик был удалён до конца матча. И мы на протяжении пяти минут разыгрывали большинство, но тщетно. Хотя момент прекрасный был у Максима Россейкина для того, чтобы забить. Всё было прекрасно реализовано, всё было прекрасно разыграно, но шайба в ворота не пошла. Расспрашиваю тут Минулина по полной программе. Ну, как местного товарища, с кем тут ещё, в общем-то, общаться. Подводя некоторые итоги первого периода, надо, конечно, сказать о том, что натиска у западной сборной никакого не было. Да, мы, может быть, и пропустили в самом начале периода. Но произошло ведь это в тот момент, когда канадцы имели численное преимущество. Ну и старая болезнь, вот уже по ходу этой серии, дала о себе знать. Не доработали на пятачке. И Дилон Дюбе, который, собственно, и забивал, спокойно развернулся. И переиграл нашего голкипера Бердина. Ну, а в целом, в целом, наша команда смотрелась активнее. И вот как раз это выражено в количестве бросков по воротам. Здесь довольно солидно мы превосходим хозяев. Ну, важно вот в похожем ключе провести ещё и вторую 20-минутку. И если моменты-то будут возникать у чужих ворот, может быть, рано или поздно удастся пробить Скиннера. В первом периоде вратарь канадский действовал практически эталонно. Потому что бросков с разных позиций по его воротам было немало. Но с большинством бросков он справлялся уверенно. Дюбе на скорость зашёл. Минулин его притормозил. Ну, ещё одна пауза. Дюбе врывался на хорошей скорости. И пытался там создать проблемы нашим ребятам. Редко сборная России выигрывала вот эту вот серию у канадцев. У нас всего лишь навсего за 15 лет три победы. И последний раз серию матчей российская молодёжка выигрывала в 2014 году. Вообще была такая особенность на определённом отрезке времени, что российская команда выигрывала ровно через два года. То есть первая победа в 10-м, потом в 12-м и вот в 14-м. Последний успех датирован. Вот уже канадцы обкладывают ворота Бердина. Наш вратарь здесь на месте, несмотря на то, что до этого он клюшку из рук выронил. Ну вот смотрим за этой массированной атакой канадцев. Шайба там заметалась. Ну и постоянная выгрузка идёт на пятачок. Бердин не дрогнул. Ещё раз скажу, вратарь, который выступает за океаном, но он играет не в канадской молодёжной лиге, а он выступает за команду главной юниорской лиги Соединённых Штатов Америки. Канавель. Упал там Кеннед под давлением Владислава Кары. Два ударных звена создал Валерий Брагин, звено Михаила Мальцева и Максима Российкина. Самое активное сочетание нашей команды, в том числе и по первому периоду, у двух других звеньев задача немножко другая. Заставить соперника бодаться, бороться у бортов. Ну мощные парни у нас собраны в четвёртом звене. Максим Цыплаков, Данила Моисеев, Тамир Рахимулин. Вот, Цыплаков несётся вперёд, шайбу подбирает. Освободился немного от Клага, но Цыплакову никто не пришёл помогать. Вскоре Максим шайбу потерял. Хочется начинать всё заново. Опять Цыплаков. Пока в одиночку работает Спартаковец. Но сегодня у него новые партнёры. Накануне он играл с Алтыбармакяном и Мальцевым. Рахимулин. Опять Дамир, Зайцев. И вот туда, в гущу игроков шайба, отправляется. В этой гущи она и застревает. Опять же, не доходя до ворот Шкиннера. А вот тут бросок с хорошей позицией. И шайба проходит мимо ворот. Опять же, Андреан Бармакян в кадре. Самый активный игрок в составе российской молодёжки. По первому периоду обращает он на себя внимание и во второй 20 минут. Но пока пробить канадских фронтарей у нас не получается. Накануне 20 раз потревожили за три периода Картера Харта. Но вот сегодня за один период мы практически вот этой вот отметки достигли. Только за первую 20 минутку мы нанесли 17 бросков по чужим воротам. Берди. Бин. Мало что получается у канадцев в оппозиционном наступлении. Но притирается не только наша команда, но и канадская. Минули. Хороший момент опять упущен. И опять атака сходу. Удаются эти проникновения нашим парням. Но опять же вот с реализацией. Какая-то беда российке. Ну тут, конечно, не 4 выхода 1 в 0, как это было в первом матче, но моменты вполне себе хорошие для того, чтобы поменять цифры на табло. Пьяновель. Сисонс. Два новых болевых хоккеиста сегодня появились в составе западной команды. отсутствует сегодня Брэд Хауден нападающий и защитник Джош Махура. Вместо них Колби Сисонс и Джейк Лешишер. Пока они нам ничем не запомнились. Ну вот Сисонс там толкается в углу. Еще одно падение российского хоккеиста. Стинберген Шайбу привез. Стил. Шепелев. Да, через борт и подальше. Канадцы сейчас его перекрыть не смогли. Ну вот те хоккеисты этой канадской команды, этой сборной западной хоккейной лиги, которые были выбраны на последнем драфте. Национальной хоккейной лиги. В первом и во втором раунду. Братцок от синей линии никакой угрозы не представляет для Бердина. Можно водички немного попить, перевести дух. Вот так вот выглядит наш молодой вратарь. Но вообще все специалисты считают, что именно Владислав Сухачев должен стать основным вратарем на молодежном чемпионате мира. Но узнакомиться с Бердиным и Браги. Фут. Хороший бросок от синей линии. Михаил Мальцев. Фут успел вернуться в оборону и этот выстрел Мальцева он заблокировал. Хозяева идут в атаку и там отличный силовой прием применен против Майкла Расмусона. Это третье канадское звено на льду. Расмусон, глаз и Линд. У Линда там какие-то вопросы появились к Егору Зайцеву. Зайцев уже имеет опыт выступления на суперсерии. Год назад он был. Помимо Зайцева еще за российскую команду играл Сухачев. Отличный прием нашего капитана. получи распишись Линд. Чтобы неповадно было. А чего лезть-то? Момент уже исчерпал себя полностью. Немного погорячился конечно Зайцев. Отвечая да красиво расколол канадца. Надо было бы уже на этом успокоить. Провоцировал Линд. И вот эта провокация привела к тому что удалился в российский капитан. Что второе большинство у канадцев. Первое они благополучно реализовали. Кеновель. На патачке Синдерген. Еще один дальний бросок. Бин. Стил. Опа! Как разыграли. Но красавцы ничего не скажешь. Вот помните момент который был у Россейкина. похожая ситуация. Две передачи и уже на дальние штанги наш Макс. Но бросок у него не получился. Ну а тут конечно было все классно расчерчено. Дюбэм второй очко в матче. Стил тоже результативной передачей отмечается. Кеновель включение защитника его поход на дальнюю штангу и вот к чему приводит удаление Егора Зайцева. Пока при игре 5 на 5 при игре в равных составах у канадцев и близко нет никакого преимущества. Скорее россияне игру ведут. Скорее россияне больше активничают и нагнетают обстановку у чужих ворот канадцы. Организовали обе шайбы играя в большинстве. Но организовали они их здорово. Там без сучка и задорин. В первом матче забить не получилось в большинстве. 5 попыток были потрачены в никуда. Но вот работа над этим компонентом похоже ввелась. Ну может быть если уж не такая серьезная то слова были найдены правильно для молодых канадских хоккеистов. Его два большинства были разыграны просто великолепно. Ну вот это вот первое большинство в самом начале стартовой 20-ти минутки. Да когда Бинн пасовал на стиле Сэм уже дальше на Дюбе и Дилон собственноручно эту шайбу нарисовал. Он в начале второго периода уже Дюбе пасовал. А вот до канадского гола такие моменты имели российские хоккеисты. Минули отбросал с близкой дистанции но не дрогнул Скинер. Ну и вот то самое столкновение Зайцева и Расмусона которое перетекло в стычку с Линдом. Преступление и наказание. Смакуют конечно этот гол канадские телевизионщики. Кеннавелю никто не мешал и распахнулись ворота Бердина. Тимбергер местное дарование еще раз скажу что за команду Свивкарен Бронкос он набрал 38 очков в 15 матч. Он и является лучшим снайпером лиги и лучшим бомбардиром. 23 гола в 15 матч. Более чем достойно. Аризона выбрала этого хоккеиста на последнем драфте в пятом раунде. Ну далековато ушел. Но опять же там сумасшедшая конкуренция. Так и важно в каком раунде тебя выбирают. Гораздо более важно когда в тебя поверят клуб выбравший на драфте и насколько удачно ты впишешься в игру команды насколько быстро ты оправдаешь доверие. Приехали вновь в канадскую зону. Опять острота исчезла. Моменты были хорошие ранее. Извечно никакой пользы из этих ситуаций россияне не смогли. В прошлом году обменялись победами россияне и хоккеисты западной хоккейной лиги. Мы как раз прошлогодние турны начали с победы. В овертайме победили в первом матче 3-2 а вот во второй игре уступили со счетом 1-4. Дальше была победа над сборной Антарио. Ну и так уже многие поверили в то, что мы может быть выиграем вновь эту серию но не срослось. В оставшихся трех матчах россияне проигрывали. Тут опять рука арбитра поднята вверх. Удаление последует. И опять удаление у российской команды нарушал правила Максим Цыплаков ну вообще такой неуступчивый нападающий. Ну и опять неспокойно на душе у канадцев сегодня стопроцентный показать. Ну понятно что на площадку выходит сразу же первое звено Кеннавель отлично шайба ходит дело доведено до броска Сэм Стилл бросал на бедачке дежурил Дюбе ключевым в этой ситуации был перевод конечно Кеннавеля ну вот Сил играет на бина бина Кеннавеля и шайбы вновь центральный нападающий бросок незамедлительный но правильной позицией оказался Бердин не смог закрыть ему обзор Дюбе канадцы выигрывают убрасывание остаются в нашей зоне и опять шайба загуляла на пятачке Кеннавель дубль 3-0 вот так по крупицам наращивает преимущество сборная западной лиги ведь опять же да ну ни в чем канадцы не превосходят нашу команду разве что в реализации своих моментов разве что при игре в большинстве ну вот тут да шайба прошла насквозь Бердина как-то там выскочила на пятачок и не помогли здесь вратарю ни Веряев ни Александр Алексеев а Кеннавель где-то может быть даже неожиданно для самого себя за короткий интервал забивает две шайбы защитник защитник Мэдисон Хаттайгерс гол срочно нужен нашим парням любой не хочется чтобы в этой игре дошло до разгрома российской молодежки ну вот потому что по прошествии вот этого времени явно этого российские ребята не заслужили Трасмусан Канадцы раскрепостились тут еще и удаление одно за другим идет в нашем составе заводится опять капитан Егор Зайцев и уже традиционная реакция Валерия Брагина на удаление в его команде Паладян считает судья правила нарушал три удаления в российской сборной привели к трем капитуляциям Бердин за три большинства шесть бросков ровно половина достигла цели Кеннавиль ничего не меняет Хантер а зачем если вот это вот все работает хозяева расставляется в зоне перевод Кеннавиль ну не все ж коту маслятся уже куражится канадцы Бин тяжеловат Джейк сел вынуждаем его развернуться тяжелую шайбу канадцы у себя сохраняют Бин середина матча уступаем во второй игре серии западной хоккейной лиги со счетом 0-3 а ведь так все неплохо складывалось для нас несмотря на то что пропустили раннюю шайбу все равно моменты были но как-то вот после второй пропущенные шайбы полностью сникли Кеннавиль Бердин еще не хватало чтобы вот это вот падение Зайцева привело к печальным последствиям выбросить шайбу из зоны не можем лак лент феликс на пятачке бросал тайлер стинбергер лент 10 секунд остается продержаться передача Лина за спину получилась безадрестной в меньшинстве момент ну что ж такое опять Россейкин опять ему партнер хорошую передачу делает но Макс суетится уже в очередной раз жаль жаль что упущена еще одна ситуация и вот тут же момент у канадцев Бердин хорош при игре клюшкой удаление а здесь даже буллет назначается здесь немного другие жесты то есть у нас судья назначая буллет скрещивает руки над головой а у североамериканских рефери просто достаточно оклон четкого жеста указывающего на центр льда но в КХЛ не в жизнь бы вот за такое буллет не назначили Елизаров сфалил Линд забьет третью шайбу в российские ворота Линд нет Бердина но он не переигрывает но может быть вот эта вот ситуация как-то встряхнет наших ребят потому что как-то все печально по ходу второй двадцатой минутки много удаляемся и канадцы нас вообще не прощают никакой пощады а все началось капитана Дюбе это уже фрагменты второй двадцатиминутки и бросок Артема Минулина а потом хороший силовой прием Егора Зайца Дальше Линд вступается за партнера и Зайцев зачем-то его бьет по голове отправляется на две минуты Зайцев на скамейку для оштрафованных и канадцев забивают во второй раз Дюбе теперь выступил в качестве ассистента первый гол Давида Кенневилля в матче вскоре 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 случится и второй а до этого бросок стила ну и потом вот как же она здесь проскочила ну малюсенькая щелочка не готов не готов был Бердин не готов был Веряев и Алексеев зато вовремя сориентировался Кенневи потом момент у Российкина который был опять загублен и Линд убегал один на один правила нарушены и уже булит получили канадцы но не реализовали кенн Субтитры сделал DimaTorzok Восемь с половиной минут до второго перерыва Ждем, не дождемся рождения первого российского гола Вот в этой серии Засуха затянулась Сисанс ушел от столкновения Шайбу сохранил Протолкнул ее дальше На Льюиса Шепелев Рахимулин Нападающий Тольяттинской Эллады 15 матчей В нынешнем чемпионате Континентальной хоккейной лиги Провел Дамир Очков не набрал Но это Тай Льюис Пропал с радаров Манукеан На втором перерыве По-моему, его фамилию вообще не называли Артему это тоже не нравится И он решил нам всем О себе напомнить Опять Манукеан Для него на скорости Накрутить одного-двух Вообще не проблема Фанатский ответ Стил Бросает фут Ловит шайбу Перти Отец всю жизнь играл Под 52 номером Счастливым он был для него Но вот сын Выступая за сборную лиги Взял себе 25 номер Ну здесь видим, что больших номеров У канадских молодых хоккеистов нет Определенные ограничения Они существуют Это все-таки не национальная хоккейная лига Там как раз предпочитают Большие номера Заскучал скинер во втором периоде В первом у него хоть какая-то работа была Заглаков Не точная передача Да, российские хоккеисты делают все возможное Чтобы как можно быстрее выводить шайбу Из угла площадки От бортов Но вот те передачи, которые следуют На пятачок Или в середину Они Оказываются безадресны Командной игры в атаке нет вообще В основном наблюдаем Попытки отдельно взятых хоккейстов В свою пользу решит тот или иной эпизод Попытки отдельно взятых хоккейстов Чистит свой пятачок Мальцев Карр Очень вовремя Отошел назад Владислав Попытки отдельно взятых хоккейстов Бин Бердин Покинул сейчас шайбу пределы площадки Ну и вот они крупные планы Участников сегодняшнего матча Да, к сожалению В ряде эпизодов Бердин не смог выручить Нашу команду Но тяжело ему было там Конечно, вот в случае с третьим голом Не нужно было выпускать шайбу на собственный пятачок Ну, может быть, где-то и не ожидал Вот канадского хоккеиста Такой прыти Российский голкипер Ну, нужно было себя к этому готовить В результате шайбой встретился Кеннавель И отправил ее в третий раз В российские ворота Успокоились окончательно канадцы Добившись солидного преимущества в счете Но мы лишь можем вновь Разводить Руки И говорить о том Что моменты у нас были прекрасные В первом периоде Особенно при игре в большинстве Ну, не так много их было, конечно Но вот здесь надо было забивать, конечно, Российкину Надо дорожить вот такими возможностями Понимаем, с кем имеем дело Играем на чужой территории Ну, шанс уминули Он тоже был упущен Хотя близок был Артем Голу Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Работа Дюбе в этом матче Красавец какой, капитан Во всех трех шайбах поучаствовал И причем в каждом из этих эпизодов Сыграл по-разному Но при этом Крайне полезно Сначала показал, как он умеет забивать А затем Уже пасовал на портеров Конечно, сделать передачу на первый Гол Кеновелю было гораздо проще Во втором эпизоде уже удача Ему сопутствовала Манукян Ну, три в два выходили Три в два выходили Манукян в угол зачем-то поехал Этот угол наоборот надо было резать Смещаться больше в середину Но чувствуется, что не хватает взаимопонимания нашим ребятам Ну, что они там в Новогорске потренировались немного И вот тут сразу в бой Далеко не самый Мастеровитый состав здесь Многие вообще критикуют 98-й год Может быть даже по праву Говоря о том, что это не самый сильный Возраст в российском хоккее Но Выводы уже окончательно По этому возрасту уже будем делать после молодежного чемпионата Ваффало Пройдет, конечно Ностальгические чувства Нас всех посещают Именно последняя победа молодежной сборной России была одержана вот в этом Американском городе И в каком стиле Что не матч, то Отдельная история Ну вот Вот и дождались гола Долго мы к нему шли И где-то логично, что вот эту вот шайбу организовало именно первое российское звено Оно было самым заметным В первом периоде этого матча признаки жизни оно подавало и в начале второй двадцати минутки Но все как-то не получалось Но Николай Мальцев, набравшийся наглости в матчах Заскав в чемпионате континентальной хоккейной лиги, пошел на защитника Заставил его ошибиться Кеннавеля, между прочим Да и потом уже, очутившись, шайбой Бросил Попал Скиннер замерз Да, то есть работы у него в первом периоде было гораздо больше Разминали мы его чаще А вот тут Стоял себе вратарь И в основном смотрел за тем, как его партнеры Реализуют большинство Потому что вот этого большинства было Очень много Ну и вообще удаления достаточно В прошлой игре, сегодня Надо будет поработать В этой поездке над дисциплиной Валерием Брагером Три минуты до второго перерыва Но чуть-чуть полегче, согласитесь Вот только бы сразу не пропустить четвертую Не надо позволять канадцам возвращать себе прежнее преимущество Вот опять, если брать игру в равных составах Кто гол забил? Российская команда Потому что при игре в равных составах российская команда Ну точно не хуже Может быть она не лучше по ходу второго периода Скорее тут пятьдесят на пятьдесят В первом периоде мы были интереснее Монокеан Выбежал Алтыбармокеан Чуть-чуть Андрей Не дотянул сюда шайбы Прессингуем Стел Дюбе Очень интересно, какие есть, конечно Дилон Дюбе Большинство зарабатывает Под конец периода удаляемся Ну все, и спокойно Говорим Алтыбармокеану, Кныжову Все закончилось в этой смене Для ребят Дальше надо думать, как бы опять не пропустить Но вот в последнем меньшинстве все-таки от защищались А вот все началось вот с этого вот неугомонного Дюбе И Михаил Мальцев удаляется Тот человек, который Забил первую российскую шайбу В этой серии Вот как раз, да На спине у Михаила Мальцева Как раз отражается счет на табу Один-три Один-три не в пользу российской команды Видали, как хитро сыграл Глаз Малейшее касание шайбы И все Та идет под щитками у Бердина Но вовремя их Усомкнул наш голкипер До конца периода играем в меньшинстве Не забьют канадцы В оставшееся время Там какие-то секунды у них еще будут В начале третьего периода Глаз Шепелев Повязали нашего защитника По рукам и ногам канадцы Клак Глаз Линд Метил в дальний угол Кол Половский Прижались к воротам Прижались к воротам россияне Дали бросить Расмуссона Ну и вот туда По борту Передачку Рахимулин Ну сам можешь Дамир Ах, долго шайбу обрабатывал Долго ее ждал Немного в недодачу Выскребать приходилось ее из-под ног Теряет равновесие Зайцев Ну хорошо, что все так Заканчивается для нашей команды Сирена обрывает вот эту канадскую Атаку Ну что, проигрываем после двух периодов Западной лиги со счетом 1-3 Ждем Начало третьего периода Ждем с надеждой Молодежная сборная России Вот-вот начнет свой третий период Матч против сборной западной хоккейной лиги В рамках серии матчей против сборных команд Сиэйчел В первой игре мы уступили со счетом 0-7 После двух периодов данного матча Уступают со счетом 1-3 Успех канадцам пришел при игре в большинстве В стартовой 20 минутки забил единственную шайбу Дюбе Удаление Алексеева привело к голу капитана Во втором периоде канадцы сумели реализовать еще два своих численных преимущества И дважды забрасывал защитник Давид Кеневель Дилон Дюбе поучаствовал и вот в этих двух голах Но теперь уже как ассистент Он, пожалуй, самая заметная фигура В составе канадской команды Наши парни сумели один гол отыграть Михаил Мальцев это сделал Вот тут он организовал отбор И вместе с партнером по атаке Максимом Цыплаковым Он пробивался к воротам скиннера Ну и вот бросок со средней дистанции Оказался результативным Третий период российская молодежка начинает в меньшинстве Там около 25 секунд Нашим парням осталось продержаться Но вот этот человек не случайно носит капитанскую нашивку Ну и вот этот человек тоже не случайно капитанит Егор Зайцев один из самых опытных наших защитников Итак, третий период начался с оптимизма Мы в него смотрим Наконец-то удалось нам забить И вдруг вот это вот станет такой отправной точкой Нашей команды в сегодняшней игре Борьба за воротами Романов проигрывает ее Ну вот доигрываем меньшинство В полном составе российская команда Но канадцы идут в атаку Хороший бросок Удается сейчас Тайлеру Стинбергену И хорошо, что он не попал в створ Дюбе Вынуждаем его отпасовать назад Клаг Клаг сегодня пока без наборных очков В предыдущей игре наряду с Линдом Он отметился тремя результативными действиями У Линда показатель 2 плюс 1 У Клага 0 плюс 3 Вот так Разбивает канадскую атаку Минулин Алтыбар Макян Артем Мальцев Защитник хоккейного клуба Сочи Скинар Перекрыли дальний борт Бин Сейчас канадцы решили выйти через середину Шепелев Россейкин Не везет пока в этом матче Максиму Он имел самый реальный момент Еще в первом периоде Когда российская сборная разыгрывала большинство в течение 5 минут Ну и вот тот отрезок позволил россиянам захватить преимущество в матче Ну а это силовой прием Артема Минулина против нападающего Третьего звена Куди Гласса Призявляется шайба на лед в средней зоне Кеновель Льюис Не дает себя обыграть Зайцев Четвертое российское звено Вынуждено защищаться Кеновель Кеновель У канадцев смена Российская команда тоже свой состав поменяла Дюбе Было бы странным если бы он в третьем периоде Ничего интересного не придумал у чужих ворот Дюбе Теперь он уже возле собственных Хороший контроль над шайбой демонстрирует И тут в тяжелой ситуации при помощи конька Дюбе шайбу сумел остановить Российкин Манукеан немного споткнулся Потерял баланс и Российкин Стил Дюбе Да он пропускал шайбу дальше на партнера Такая фронтальная атака канадцам удалась Это встреча Зайцева и Стила Жесткий защитник Егор Зайцев Все равно не помешал он сделать передачу на Дюбе Стилу Четыре минуты сыграно в третьем периоде Счет прежний 3-1 Сборная западной лиги выигрывает Это Алтыбармакян Паладян Не глядя Выполнил передачу назад Бин Не помогли сейчас партнеры Алтыбармакяну Потеря в средней зоне Берден Играет клюшкой Играет уверенно Алтыбармакян Синяя линия пройдена Вновь в одиночку пробиться тяжело Паладян Алтыбармакян Соперники одновременно Меняли свои составы Кеновель Без проблем Канадцы преодолели среднюю зону То же самое получается у российской команды Романов Пара ярославских хоккеистов При поддержке казанца Владислава Кары Все три хоккеиста Провели некоторое количество матчей в КХЛ Романов три игры За локомотив сыграл очков не набрал У Георгия Иванова восемь матчей За железнодорожников Одна результативная передача Владислав Каро в основном играет за Барс в высшей хоккейной лиге Но в КХЛ у него пять игр за Акбарс Вот список российских хоккеистов Которых Драфтовали За два последних года Но тут пять игроков Два из них были задрафтованы в 2017 году И три из них в 2016 Минувшим летом драфтовались Егор Зайцев и Андрей Алтубармакян Я говорил про Алтубармакяна Что права на него принадлежат Чикаго Блэк Холлбс А Зайцев задрафтован в Нью-Джерси Дэвидс В седьмом раунде Дюбэ Не чирается он и черновой работы Клак Обступили канадцы Одинокого Алтубармакяна Момент хороший Мальцев еще одна попытка 3-2 Вот это другой разговор Ну что у нас сегодня только Мальцевы забивают Во втором периоде Михаил Мальцев Сделал счет 3-1 А теперь уже Артем Мальцев Принимает поздравления Забил он со второй попытки Не смог низ Перекрыть Стюарт Скинар Молодцы парни Сумели выиграть шайбу на лицевом борту И вот эта вот шайба была доставлена на пятачок И вторая попытка Артему Мальцеву позволила Забить 13 минут и 28 секунд Есть у российской молодежки Для того чтобы не только счет в матче сравнять Но может быть даже и замахнуться на победу Еще один гол российской молодежки При игре В формате 5 на 5 То есть в равных составах Мы эту игру сегодня выигрываем С локальным счетом 2-0 Все три шайбы мы пропустили При игре в меньшинстве Цеплаков Ах, не успел Максим корпус поставить А может быть даже и не стоило Его ставить Может быть стоило бросить Кныжов С другим настроением Заиграли подопечные Брагина Манукян и Веряев отметились Результативными передачами Но поработали они на славу Кеновель Хватается за лицо Александр Алексеев Одного обошел И передача под бросок Алтыбар Макяну Михаила Мальцева уронили Лин Он за этой тройкой по-прежнему Глаз на глаз Паладян Михаил Мальцев Минулин Слышим призывы к спокойствию Со скамейки запасных Скина Завяз вратарь Пауза Ну вот это вот пауза На руку именно Канадской молодежке Ну а мы вспоминаем Празднование второго российского гола Ух! Минулин завалил глаза Зайцев работал по стилу И вот он гол Гол за номером два Российской молодежки Время 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 недостаточно на исправление ситуации Главное поспокойнее заиграть нашим парням Действительно Матч сегодня Складывается У команды Валерия Брагина Да, меньшинство сегодня не сработало Канадцы во время Розыгрыши лишнего Вообще Вытворяли все Хотели Ну и творил здесь Дилон Дюбе Капитан под девятнадцатым номером Выделялся вот во время этих розыгрышей И Сэм Стилл Дважды завершал комбинации своих партнеров ДАВИД КЕННЕВИЛЬ Вот она третья шайба канадской команды Пока она победная для сборной западной лиги Ну тут конечно должны были играть плотнее наши полевые игроки Бердин тоже заметался Ну вот так начиналась погоня российской команды Началось все с Михаила Мальцева Продолжилась Артемом Не сказать, что как-то сильно изменилось выражение лица Валерия Брагина Обстановка абсолютно рабочая Сел Фот Прихватываем соперника уже на его синей линии Фот Уплотнили среднюю зону как только смогли Российские хоккеисты и канадцам ничего другого не остается Кроме вот как так Незатейливо шайбу отправлять в глубину Стинберген Дюбе Нельзя давать ему бросать Любой бросок Дюбе опасен Ну и причем Дюбе опасен не только своими бросками, но и хорошими передачами на партнеров Стил Смогло увести от своих владений шайбу ударное звено западников Дюбе Да Шайба Ходит По бортам Шепелев Звали Ауты Бармакян Ошибка у канадцев Ауты Бармакян Бросок Гол 3-3 Ай, красавцы-то какие! Уходя на второй перерыв, я говорил о том, что с надеждой ждем начала третьего периода. Надеялись мы не случайно. Верили в наших ребят. Андрей Алтыбармакян многое сегодня сделал для того, чтобы попасть в протокол. Есть первый гол за молодежную сборную в этой серии 3-3. Игра сейчас уже идет под диктовку российской молодежки. Главное не удаляться и держать голову холодной. Пусть бросают издалее. На пяточке надо создать комфортные условия Берди. Но это не так просто сделать. Я согласен. Завелись россияне. Кныжов. Там уже на всякий случай сел на щитки Бердин. Зайцев. Манукян до приема шайбы смотрит себе за спину. Где там партнеры? Партнеры приходят на выручку. Кныжов. Но только правила не нарушать. Там все-таки последуют какие-то санкции от арбитра. Минуты радости наших хоккеистов мы вспоминаем. А ведь третий период пока полностью за российской сборной. Две заброшенные шайбы. В ее исполнении мы увидели хорошие породистые голы. Рабочие. А по-другому забить бы и не получилось. И вот так Алтыбар Макян уводит шайбу из-под носа у канадских хоккеистов. И расправляется уверенно со Стюартом Скиннером. Канадцы, кроме как большинстве, сегодня ничего забить-то и не могут. АПЛОДИСМЕНТЫ Югор Зайцев сказал после предыдущего матча, что не была выполнена установка тренера. На третий период сегодня заряжены. В заключительную 20 минутку вышли российские хоккеисты. Важно, что не пропустили в том самом большинстве канадцев. Первые три попытки канадцы реализовали, а потом уже два большинства они использовать не смогли. И российская команда начала свой камбэк. Такая немного сдержанная радость от Артема Мальцева. Абсолютно равные шансы на успех в оставшееся время у команды. Психологическое преимущество должно быть на стороне российской команды. Восемь минут и пятьдесят секунд остается на игру в третьем периоде. Россияне наращивают обороты. Но нельзя пропускать контратаки канадцев. Вот опять вот это вот первое звено, самое опасное у канадцев. Вообще Дюбе там приехал площадь в ворот, но судьи на это вообще закрыли глаза. И где-то они там усмотрели нарушение правил Максима Циклакова. Да, возможно, ключевой момент вот в этой игре. Надо продержаться, ребята. Да, это очередное испытание. Но вот тут и закаляется характер. Ах, стил! Противоход бросал, но Бердин здесь был в полном порядке. Ну ничего нового здесь канадцы не предложили абсолютно. Помните, точно такую же комбинацию мы наблюдали с вами по ходу второго периода. И тоже Кеневель после передачи Бина вот такой вот диагональю выводил на завершающий бросок стила. Тогда сил бросил точно в Бердин, а сейчас он сделал такую небольшую поправку и хотел поймать российского вратаря на противоходе. Не сработало. Полминуты отзащищались. В меньшинстве держим шайбу. Алтебарбакян! Бросок! Блокирует шайбу. Опа! 4-3! 4-3! Михаил Мальцев! Просыпайтесь, друзья! И кусайте локти те, кто бросили смотреть эту игру после того, как счет стал 3-0 в пользу сборной Западной лиги. И запущена стрела вперед. В меньшинстве забили. Занервничали канадцы. А другого выражения лица теперь от Хантера-то мы и не ждали. Ребят, теперь продержаться вот оставшееся время в меньшинстве. Глаз неточный торопятся хозяева, понимая, что время уходит. Глаз. 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 10 секунд и комплект состава у россиян. Глаз. 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 Ребята, да, четыре момента в первом периоде прошлого матча мы не реализовали. Возможно, совершенно по-другому бы сценарию тот матч пошел. И никаких бы семь шайб мы бы свои ворота не получили. Раскрутился тот клубочек. А сегодня-то у канадцев при игре 5 на 5 вообще ничего не получалось. Ну, скажем так, действительно, реально голевого. Не опустили руки, а россияне включились. Как вовремя забил свою первую шайбу Михаил Мальцев. Еще более нужную он свою вторую шайбу отправил в канадские ворота. Еще стал 4-3. Бердин не стал накрывать шайбу вратарь. Отбросил ее в угол. Веряем. Манукян! А вот тут уже Скиннер выручает. Могли бы сейчас вообще-то деморализовать окончательно хозяев. Была бы красивая история, да? Не правда. Мы ведь все под впечатлением Баффала 2011 года. А на носу-то Баффала 2017-2018. И в финале-то как канадцев мы обыграли. Сборную Канары или сборную, или какую-то конкретную. Проигрывали 0-3. Победили 5-3. Было бы красивое завершение сегодняшнего матча. Я вот лично такого исхода не исключаю. Дюбе. Вот неугомонные товарищи. Кеневель. Большими силами атакуют канадцы. Кеневель был как... Низко. Рахимулия. Кеневель сам виноват. Подпустил сзади. Судьи дают жестко играть. Меньше 5 минут до завершения третьего периода. Выигрываем во втором матче серии у Западной хоккейной лиги. В прошлом году противостояние завершилось в ничью. Тогда россияне выиграли первый матч. Во втором уступили. Оладиан. Какая рубка. Не уступаем в движении. Вот это сейчас бросается в глаза. А это Бармакеан. Мальцев. Оладиан. И тут же на смену. Лин. Пас в центр прошел. И дальше. А там уже никого из канадцев. И побежал Веряев. Не дошла шайба до Россейкина. Но Веряев вновь с ней встречается. Неплохо. Здорово. Вот было бы хорошо, если бы Россейкин сегодня еще свою положил. Наработал Максим. На гол. А запаниковали канадцы. Посеяли эту панику. Именно наши парни. Моисеев. Здоровый хоккеист может пробиться на оперативный простор. Успел бросить Данила. И тут борьбу надо навязывать. Закапывать вот эту вот шайбу. Вот и все. Вот и все. Скиннер уже не такой вальяжный. И не может он себе позволить того, что позволял ранее. Три минуты с копейками до завершения основного времени. Вспоминаем голы российской сборной. От первого до четвертого. Все началось с Михаила Мальцева. Пока им же и заканчивается. Петербургский армеец пробился он в основной состав. СКА не случайно обратил на него внимание Олег Знарок. Да, кто-то его может считать лимитчиком. Но пять очков он за основу петербургской команды набрал. Вписал свою фамилию в протокол и другой Мальцев. Артем. Защитник Сочи. Он сделал счет 3-2. А вот так Алтыбармакян обкрадывал канадцев и расправлялся со Скиннером. Счет стал 3-3. Нам потом стало немного тревожно. Потому что мы вынуждены были играть в меньшинстве. И вот в этом меньшинстве россияне забросили. Отличился вновь Михаил Мальцев. Вот как это все происходило. Опять же эпизод доигран до конца. Там партнер Мальцева постарался. Ну давайте вспомним и канадские галы. Дюбе 1-0. Начало первого периода. Не доработали мы опять на пятачке. Но одно дело, когда ты не дорабатываешь при игре в равных составе. Совершенно другое дело, когда ты там немного свободы предоставляешь сопернику при игре в меньшинстве. Там-то мастеровитые парни. Ничего не скажешь. Одним из таковых, безусловно, является капитан Дюбе. Как он здесь умудрился шайбе-то проложить в маршрут точно на клюшку Кенневилю? Захочешь, так не сделаешь. Мимо Бердина шайба. Между ног Веряеву и точно на клюшку Кенневилю. Итак. Тройка Моисеева на площадке у россиян. Тройка русского Витязя, который тоже понюхал порох в континентальной хоккейной лиге. Клак. Проталкивает шайбу на фута. Он быстро выбирается из-за ворот. Сила отдать-то некому. Только в борьбу. Сил. Ах. Клак. Штинберген. Берди держать. Молодцом. Молодцом. Вратарь Суфул стемпит. Дает угля российская молодежка в третьем периоде. Как бы эта игра не закончилась. Наши парни заслужили исключительно хвалебных отзывов в свой адрес. Ведь с самой первой минуты, да и в общем-то до последнего основного времени российская молодежка смотрелась достойно. И опять же скажу, в очередной раз при игре 5 на 5 смотрелась она точно предпочтительнее канадца. Те свою игру построили на большинстве. Но рановато расслабились. Вот за это они платят дорогую цену. Во всяком случае, пока. Заменил вратаря Хантер. Шестером пойдут штурмовать ворота канадцы. У них 2 минуты и 28 секунд на спасение. Держим кулачки. Парни, надо победить. Вы многое сделали для этого успеха. Только не ошибаться самим. Не предоставлять шансов канадцев. Сами толком, без нашей помощи, они на голы не наиграли. Бин! Манукьян! Вот она игра Артема до конца. Ах, клюшку подбил. Но у Бина она длиннее оказалось. И успел шайбу взять под контроль. Джейк. Джейк. Деряев, Лен. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Последняя минута третьего периода стартовала. И шайба уходит на проброс. Играет музыка. Тайм-аут от Брагина. Валерий Николаевич успокаивает своих парней. Говорит, мужики, ну не надо ничего выдумывать. Игра в наших руках. У канадцев много суеты. И опять же позиционная игра в нападении не стала и козырем сегодня. Дюбэ. Немножко испуганный у него вид. Лучшие силы отправил налет Хантер. Сил должен выиграть точку. И выигрывает ее Бин. Кеннериль. Минули. Лин. Пас на пятачок. Стинбенгер. Чистит пятачок. Минули. 30 секунд до завершения. Какая концовка. Бин. Не раскачать. Нет. Там не раскачать Романова. Продолжение следует... Кеновель, Лен, Михаил Бердин, поддел шайбу, ищет ее взглядом. Бердин клюшку уронил и просит у защитника, но должен кто-то ему ее предоставить. Семь секунд! Бросок! Все! Все! Какие же красавцы, а! 4-3 с таким счетом сборная России выигрывает во втором матче серии у западной хоккейной лиги. Сверхвалевая победа! Уступали 0-3! Победили 3-2! Есть характер и у этой сборки Валерия Брагина. Кто бы там, кто не говорил про вот этот вот год 98-й. Красавцы парни! Ничья 1-1 после противостояния с западной хоккейной лигой. Дальше два матча ждут нас против сборной Онтарио. Пожелаем нашим парням и там удачи! Сегодня у них игра получилась. Они победили заслуженно. Спасибо, друзья, вам за внимание. Владимир Кучик у микрофона. До свидания. Продолжение следует...